Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Это продолжение мастер-класса по вязанию ажурного детского платья. В первом уроке мы разобрали, как вязать кокетку, а сегодня я расскажу Вам, как читать схему и покажу, как вяжется узор юбки платья. В первой части была использована вот эта схема для вязания кокетки. Чтобы найти ее и другие полезные ссылки, разверните описание под видео. Для вязания юбки сегодня мы будем работать вот с этой схемой, ссылка на нее также будет под видео. Начало схемы находится внизу и отсчет рядов идет снизу вверх. Посмотрите внимательно на первый ряд. Элементы рисунка на схеме прикрепляются к основному полотну через 5 петель. Если начать вязать именно так, юбка будет очень узкой. Я для своего платья делала эти присоединения через 3 петли. А кто хочет связать юбку еще пышней, делайте эти присоединения еще чаще. Но имейте ввиду, что и расход пряжи увеличится. Теперь начинаем вязать. Кокетка у нас уже готова и вязание мы объединили в круг. В первом ряду нам нужно распределить узор юбки по кокетке. В начале каждого ряда делаем 3 петли подъема, они у нас будут заменять первый столбик с накидом. В эту же петлю продолжаем вязать первый элемент. Вяжем второй столбик с накидом, затем две воздушные петли и еще два столбика с накидом. Хочу обратить Ваше внимание, начало каждого ряда будет всегда одинаковым. Более того, именно эта часть рисунка также будет неизменна во всех рядах. Это нам поможет запомнить быстрее схему и облегчит процесс вязания. Дальше вяжем 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли на кокетке и в четвертую вяжем столбик с накидом. Одну воздушную петлю и еще один столбик с накидом. Заканчивается раппорт тремя воздушными петлями. Дальше пропускаем 3 петли кокетки и повторяем то, что мы только что связали. Два столбика с накидом, две воздушные петли и еще два столбика с накидом. Затем вяжем 3 воздушные петли и пропускаем 3 петли. Вяжем столбик с накидом, одну воздушную петлю и столбик с накидом. И заканчиваем раппорт тремя воздушными петлями. Так провязываем весь ряд. Вот я довязываю первый ряд, пропускаю три петли и вяжу последний элемент узора из двух столбиков с накидом и одной воздушной петлей между ними. Заканчиваем ряд тремя воздушными петлями и делаем соединительный столбик по три петли подъема, которые мы провязали в начале ряда. Как Вы заметили, у меня узор ровно вписался в количество петель. То есть в конце ряда между элементами получилось ровно по три петли. Но открою Вам секрет, я предварительно все рассчитала. И если у Вас так же не получится ровно распределить узор, сделайте сдвиг где-нибудь под проймой, чтобы он не бросался в глаза. Например, у меня не хватало трех петель, и я в трех местах сделала пропуск между элементами не по три петли, а по две. За счет этого у меня добавились три петли, которые мне не хватало, и на спинке узор распределился ровно. Можно продолжать вязать дальше. И чтобы начать вязать второй ряд, нам нужно соединительными столбиками перейти в серединку первого элемента, чтобы начало вязания у нас получилось из его центра. Здесь мы снова делаем три воздушные петли подъема и вяжем первый элемент из двух столбиков с накидом, не забываем, что мы вместо первого столбика уже связали три петли подъема, двух воздушных петель и двух столбиков с накидом. Дальше смотрим по схеме. У нас идут две воздушные петли, столбик без накида под арку из трех петель, снова две петли воздушные. Между двумя столбиками вяжем столбик с накидом, три воздушные петли и еще один столбик с накидом. Дальше идут снова две воздушные петли, в арку столбик без накида и еще две воздушные петли. На этом раппорт второго ряда заканчивается и дальше мы будем повторять его до конца ряда. То есть первый элемент у нас не изменился, он состоит из двух столбиков с накидом, двух воздушных петель и еще двух столбиков с накидом, второй элемент также состоит из двух столбиков, только между ними в первом ряду была одна воздушная петля, а в этом ряду три. И между этими элементами мы провязываем две воздушные петли, присоединяемся к арке столбиком без накида и еще две воздушных петли. Я так подробно проговариваю все элементы для того, чтобы Вы быстрее запомнили их и меньше заглядывали в схему. А в ответ я хотела бы услышать, помогает ли это Вам вязать, или я напрасно трачу свое время на то, что стараюсь более подробно все объяснить. Кто вяжет вместе со мной, отпишитесь пожалуйста в комментариях. Итак, начинаем вязать третий ряд. Вначале передвигаемся соединительными столбиками в центр первого элемента. И еще я Вам советую в каждом ряду разворачивать вязание, чтобы юбка не перекосилась. Узор у нас зеркальный, поэтому неважно, в какую сторону мы вяжем. Итак, развернули работу, вяжем три воздушные петли подъема и первый элемент, который у нас неизменный. Надеюсь, что Вы уже запомнили, как он вяжется. Далее вяжем две воздушные петли и в арку следующего элемента нам нужно связать три лепестка. Первый лепесток состоит из двух столбиков с накидом под одной вершинкой. То есть мы не довязываем первый столбик с накидом, затем не довязываем второй столбик с накидом и провязываем все петли, которые образовались на крючке. Вяжем две воздушные петли и следующий лепесток у нас будет уже с тремя столбиками под одной вершинкой. Один столбик не довязали, затем второй столбик не довязали и третий. На крючке после каждого столбика должно оставаться по одной петли. И теперь все четыре петли с крючка провязываем за один прием. Вяжем две воздушных петли и дальше идет лепесток из двух столбиков. Один столбик с накидом не довязали, второй не довязали и провязываем вместе три петли, которые образовались на крючке. Теперь проверяем себя, в эту арку мы связали три лепестка. Первый с двумя столбиками под одной вершинкой, второй с тремя и третий с двумя столбиками. Далее делаем две воздушных петли и начинаем новый рапорт с нашего неизменного элемента. Затем между элементами вяжем две воздушных петли и вот в эту арку снова вяжем три лепестка столбиков. Заканчиваем рапорт двумя воздушными петлями. Вяжем так до конца ряда. Начинаем четвертый ряд. Соединительными петлями продвигаемся в центр элемента и разворачиваем вязание. Вяжем наш первый неизменный элемент, который повторяется у нас из ряда в ряд, здесь между элементами будет одна воздушная петля. И вот в эти арочки нам нужно связать по два лепестка столбиков и между ними сделать пиком. Вяжем первый столбик с накидом, не довязываем его, затем второй столбик не довязываем и соединяем их вместе. Такой лепесток мы уже вязали. А теперь смотрите внимательно, вяжем одну воздушную петлю и дальше будет пиком. В этом месте я фиксирую пальцем крайнюю петлю и провязываю еще три воздушных петли. Теперь крючок заводим в первую петлю из трех и делаем соединительный столбик. У нас получилась вот такая пимпочка. Дальше вяжем еще одну воздушную петлю и в ту же арку лепесток из двух столбиков с накидом под одной вершинкой. Далее вяжем две воздушных петли и в следующую арку нам нужно связать еще две пары лепестков и пиком между ними, вяжем два столбика с накидом под одной вершинкой, одна воздушная петля, вяжем пико и соединяем в первую петлю, еще одна воздушная петля и два столбика с накидом под одной вершинкой. Вот такой элемент узора у нас должен получиться в этом ряду. Дальше провязываем одну воздушную петлю и начинаем рапорт сначала. Можете посмотреть еще раз, как он вяжется и мысленно повторить все, о чем мы говорили, чтобы лучше запомнить, а я уже не буду вам мешать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Теперь внимательно посмотрите на схему. Лучше открыть ее на компьютере, чтобы все обозначения были хорошо видны. Напоминаю, ссылка внизу в описании. И мы видим, что узор идет полосами по 4 ряда. Они очень похожи, но в каждом ряду внимательно считайте все петли и столбики. С каждым рядом есть небольшое увеличение петель и столбиков, чтобы у юбки получилось раскрешение. Но принцип вязания во всей схеме одинаковый и по моему описанию Вы точно с ней разберетесь. Как распределить полосы узора по цветам Вы можете решить самостоятельно. Я лишь назову, как я распределила их в платье, чтобы для Вас была подсказка. Итак, первым цветом, самым светлым, у меня связана кокетка и два раза первая полоса узора. Вторым цветом у меня связаны четыре полосы. Два раза по схеме второй полосы, два раза по схеме третьей полосы узора. И самым темным цветом у меня провязано три раза по четвертой полосе схемы и один раз по пятой полосе. Теперь хочу показать Вам, как вяжутся в пятой полосе узора заключительные ряды. Четыре ряда походят на все остальные полосы узора, за тем лишь исключением, что в пятой полосе у нас добавляется еще одно пиком между лепестками столбиков. В прошлых полосах мы в этом месте вязали арку из воздушных петель, так как в этом месте у нас было продолжение узора. В пятом ряду Вам нужно будет провязать арки из трех воздушных петель и соединить ими все вершинки пико. Здесь ничего сложного, поэтому не стала вязать этот ряд на камеру. Дальше в схеме идет очень мудреный ряд, и я решила его упростить. Над каждой аркой я провязала по два пико и смотрится это также очень красиво. Сейчас покажу, что мы будем вязать. Вот у меня провязан столбик без накида в арку, дальше вяжем три воздушных петли и соединяем их в первую петлю. Провязали первое пико. Снова провязываем три воздушных петли, в первую из них делаем соединение. Получилось второе пико. Вот так симпатично выглядят эти два зубчика. После пико делаем столбик без накида в арку. И вот в этом месте, где у нас присоединение арочек предыдущего ряда, делаем вот такой столбик. Захватили петлю с этой стороны, затем вытащили петельку с другой стороны и провязываем их вместе. В начале следующей арки снова провязываем столбик без накида и снова вяжем пико, то есть дальше все повторяется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось нам пришить пуговку и сделать для нее петельку на задней стороне кокетки. Набираем воздушными петлями цепочку такой длины, в которую пройдет пуговка. Присоединяем ее к краю кокетки и провязываем второй ряд соединительными столбиками. На горловине кокетки мы сразу делали набор с зубчиками, который смотрится, ну так скажем, завершенно. И по краю проймы также хочется добавить таких зубчиков, чтобы края кокетки выглядели одинаково. Поэтому сейчас покажу, как обвязать край рачьим шагом. На одной пройме у меня уже сделана обвязка, давайте вместе обвяжем вторую. Привязываем нить в уголке проймы и достаем петлю. Смотрите, вязание мы должны развернуть так, чтобы вязать в обратную сторону, поэтому и называется это обвязка рачий шаг. Заводим крючок в петлю справа и вытягиваем нить. Теперь провязываем две петли с крючка. Эти столбики похожи на столбики без накида, просто мы вяжем их перекрещенными и в обратную сторону. Завели крючок в петлю справа, вытянули петлю и не торопясь протянули нить через эти две петли. Так, обвязываем пройму по кругу и наше платье готово. Можно звать маленькую хозяйку на примерку. И не забывайте вооружиться камерой, обязательно делайте фото ваших принцесс и присылайте в группу ВКонтакте. А я с удовольствием порадуюсь вашим успехом вместе с Вами. Наш мастер класс подошел к концу, если он Вам понравился видео, ставьте лайки, жмите на кнопку поделиться, пишите свои отзывы в комментариях. Встретимся в новых видео, с Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.